Это вот я в транжерном зале. Кручу педали перед поездкой. Через час у меня поезд. Стартуем в Берлин. Это вот я к поезду пришел. Сейчас в Хельсинки поедем. В этой поездке попробую необычный формат. Покажу вам Берлин, Евро, стадион, фан-зону и всю атмосферу. Вот с этих очков. Посмотрим, что из этого выйдет. Тут новые технологии. Знаете, ребят, ни один финн не отправится в дорогу без кофе. Черного. Черного. Без молока. И булки с корицей. Вся рыба наша. Это цены на пиво. Будем проверять. Проверять с немецкими. Жизнь в Финляндии включила вот к чему. Все свое. Берез сам. Это вот я в аэропорт приехал. Здесь я, кстати, телефон потерял в последний раз. Сначала думал почитать. Потом понял, что успеваю по времени на первый матч игрового дня сегодняшнего. Тем более Словения и Сербия. И тем более здесь, как в любом предполетном месте, есть классическая баруха. С пивом, правда, по 13 евро. Ну что, мы с немецкой точностью опоздали на 15 минут. Если сидишь в хвосте, то задерживаешь еще минут на 15, потому что, естественно, все друг друга пропускают. Сразу продают, видно. Люди к евро готовы. Вот тоже люди готовятся к евро. Сразу сравниваем. Аэропорт Хессинг. Аэропорт Берлин. Два за пять. Все спокойненько. Тут я в Берлине. Там люди разминают. Это вот я в метро. А вернее, в Улбане. Ждем поезд, который обязательно придет. Александр Плац. Макдональдс. Мы выехали уже. Да. Еще Польска не сгинела. Кибель. С зимой в лоске до польской. Так есть, так есть, так есть. Ливановский букса, ливановский букса. Кто в рамке застрелит? Ливановский. Сельдийский. Сельдийский. Да. Это вот часы мира, ребят. Время час дня. Смотрите сами. Все города здесь. Я возле стены, ребят. Тут даже есть братья Чалова. Танечка. Кто победит сегодня? Австралия? Австралия. Да. Здесь появится изображение Тони Кросса. Ну, кому-то должны посвятить все-таки. Кому-то должны посвятить. Берлин живет. Живет этим. Но здесь даже есть изображение братьев Чалова. Очевидно, что как бы Берлин не разрастался, берлинская цена всегда будет ее символом. Неизбывным, неотвратимым воспоминанием о том, когда Германия была разделена. Все граффити постоянно меняются. Люди пытаются воплотить свои задумки о том, как выглядит их внутренний мир. Реагируют на то, как живет мир внешний. Что происходит в текущих событиях. Культуры, искусства, политики, естественно. Леха, Леха. Леха, подожди. Куда? Это вот я пироги ем в Нойкёльне. Мы что думали, сразу же на фанку пойдем, что ли? Там поляки уже все выпили и съели. Польские пироги перед матчем. Настоящий пердом – святое дело. Потому что есть Алёха у тебя. Алва, Лёхи. Ну, короче, это было так неудачно, что меня сразу заглушили. Едем на стадион. Амбассадор нашей поездки в Клинскую сауну. Есть такая жара в поездах. Мы с вами сейчас. Это первый раз. Мы с вами с вами. И там мы с вами с вами. И вот мы с вами с вами. И вот мы с вами с вами. На футбол едем. Будешь spielen? Аутия, 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 аутия! Бинк Флойд! Бинк Флойд всегда ответ. Это девчонки пиво везут на стадион. Картина маслом. Всегда играют, да. Это как в Катаре, только там про метро было. Как я скучал, по-моему, ребята. Вот так? А, и Б в паркинге. Окей. Так, чувак подготовлен. Стоят машинки классические, с фритками. Для поляков, кстати. Фритки, лоды, гофры. Все, что любят. Битбургер, куча пива, огромный мяч. Люди идут счастливые. Конечно же, что делал. О-хо-хо, дядя Гена, крокодил ты мой зелененький, аллигатор хороший. Как дела? Что так долго не открывал? Думал, коллекторы? Привет. Я, честно говоря, не очень рад тебя видеть. Ну, проходи, располагайся. Ты же знаешь, это всегда взаимно. Давно у тебя не был. Как, а? Эх! Смотри-ка. Удобно, кстати. Да, мы с женой долго искали. Вот, наконец, нашли. Очень хорош. Ну, я тебя понимаю, потому что сам постоянно ищу, на какой-то хлам натыкаюсь. Ну, а тут находка прям, да? Цвет такой приятный. Цвет? Угу. Да. Да и просто все. Бэмс. Ну, мы с женой, честно говоря, любим минимализм. Ну и в целом, знаешь, такой интерфейс крутой. Крутое приложение. Интерфейс? Угу. Стоп. А ты о чем? Я про Винлайн, конечно. Ген, ты че? Я вообще в шоке. Тут все здорово так. Легко, доступно и приятно глазу. Захотелось страницу хобби-хорстинга открыть сразу. Уже с тихами заговорил? Ну, а как тут иначе? Я говорил. Я же говорил. А вы меня не слушали. Винлайн делает разницу. Костенька, да ты кладись знаний, мой хороший. Ну, что ж, будем прислушиваться к тебе. Правда, диван твой говно. СМЕХ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня нужно скинуть? Да, я скинуть скинуть и зайти. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за твою помощь. Ты очень милый. Приятного аппетита, кто был с нами сегодня. Да? Спасибо. 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 РАБОТАЕМ! 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 Конечно, я вам тут снимаю с мета очков все. Классно, классно. Все живет. Футбол кайф! Так, ну смотрим цены. По-моему, дешевле, чем в Фринляндии. Один день, один день, один день. Спасибо! Наверное, не очень хочется, короче, все это пробовать. Но, хоть и стоят в очереди. Поляки еще готовятся, конечно, к матчу. Классно, конечно. Продают и карри вюрст, и польские пироги. Мне кажется, что Германия в этом смысле выглядит логичным местом для проведения все-таки всем командам, всем странам. Удобно добираться. Значит, как организован фан-шоп на стадионе. Продаются две футболки Польша-Австрия. Ну и стандартный обычный мерч Евро 20-24. Все удобно. Вот такой вот бандурин он пацан взял. Руку, огромный палец вверх. Но очередь, скажу так, очередь фан-шоп намного меньше очереди на кип-ап. Можешь посмотреть, какой ты план? Можешь посмотреть, какой ты план? Парабарабарабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб Я не знаю, что ты делаешь. Мбапе, мбапе. Мбапе. Мбапе? Вем тут хоет тин АСВ. Мбапе, мбапе. Я не знаю, я не знаю. Я слушаю тебе, мбапе. Я слушаю тебе. Это будет 1-0. 1-0. Поланц. Мы будем скорить один гол из корнера. И тогда мы будем противничать. Это будет такое. Они не думают так. Они думают так. Я слушаю тебе. Я слушаю тебе. Куда ты приехал? С Познания. Куда? С Познания. Да. Лех Познань? Да. Какой результат? 3-1 для Польской или 2-1. 3-1 для Польской. А кто же среди брамки? Левандовский и... Ну, два Левандовского. Окей, спасибо тебе. Удачи. 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 Мы в Инглеском. О, ты в Инглеском? Удачи. Половие спортеры, которые говорят в Инглеском, да. Что ты знаешь? Извините. Насти не до вреда Лондона. Извините. Но вы поддержите Poland сегодня? Да. Почему? Мой девушке... Как это работало, я не поддерживаю их? Плохо ты слышишь. Ну как будет результат? 2-1. 2-1 в Половине. Погналит кто? Киевиог. Киевиог? Ты реально считаешь, что Кивио выскорил? И второй? И второй? Беднарек Две шпыли, две отдыха Кивио и Беднарек Спасибо, ребята Удачи вам хорошего матча Берни, у вас нет нижней шпыли Кому вы поддержите? Мы брали биры и бетли Вау! Большой выбор для сегодня! Кто вы бетли за? Какой результат? 2-1 Доброе, доброе Спасибо! Сколько вы приехали? Новый Йорк В результате и кто стрелит брамки? 2-1 2-1 за полгода Бокса левандовский Доброе утро Мы можем спросить Сколько вы приехали? В результате и кто стрелит брамки? Узбекистан, брат! Привет! Что ты здесь делаешь? Студент Ты учишься в Берлине? Да, да, здесь Хорошо, а кого пришел поддержать? Или просто поддержать футбол в Узбекистане и радость? Нет, просто футбол У вас отличная сборная сейчас, чемпионат развивается Горжусь на самом деле тем, что в вашем футболе происходит А вы сами откуда журналисты? Мы из России Я играю в Финляндии В футбол профессионально Мы делаем видео про евро Но уже поздно, по-моему Никогда не поздно Удачи Сколько вы приехали? Вроцлав Вроцлавские Дольнашленские Да, да, да Да, да, да Журналисты Журналисты И просто желаю успеха Надеюсь, что это придет, да? Конечно Да, да У нас еще один час, я думаю Чтобы ждать Мы полны Этусиазма И энтузиазма Так что мы увидим Мы верим Какой результат выиграл? 2-0 для Польши Один Пионтек И один Левандовский Когда он Питч Отлично 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 Добро пожаловать Отлично Отлично Читаем Зат當然 В последнее время В технической Второй Тай В следующем В первой Добавил субтитры Дмитрия Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это вот я в фан-зоне Смотрю нишечки разные Значит, кроме пива, индийской кухни На секундочку Есть, например, сэндвич Месси А там еще есть веганская версия Гоут Мы пойдем за лапшичкой Ну, понятно, что отличий от чемпионата мира в Катаре Очень много Это очевидно Но, прежде всего, хочу отметить, что в фан-зоне Есть, во-первых, вот такая вот еда А во-вторых, мы идем смотреть, какую комнату Там что, там безумный Макс, что ли, на часах? Пожалуйста Порходите к нашему Столику Ну, вот и все Вот я и в тихой комнате Концепт тихой комнаты мне, кстати, хорош Я думаю, тем людям, которые закидывают снюс Тихая комната очень понравится Концепт тихой комнаты мне, кстати, нравится очень За единственным исключением, что здесь динамик справа И все равно очень громко Слышно в футболу-трансляции Тихая комната напоминает нам об Амстердаме И музей Ван Гога Это был синдром Стендаля, да? Люди, которые, потребляя большое количество Привентов искусства, подали в панические атаки И им позволялось посидеть тоже в так называемой тихой комнате Там такая деревянная кабинка Для того, чтобы сделать как минимум 5 или 10 Глубоких вдохов и выдохов Для того, чтобы перенести дух И вновь смотреть произведение искусства Чем футбол не произведение искусства? Так что после 2-3 пив Можно прийти в тихое место и потом смотреть с новыми силами в следующий матч Дорогие друзья, раз уж я сходил на матч Польша-Австрия То разыграем мы вот такой вот шарф Красивенький Очень простые условия конкурса Этот шарф получит тот, кто первым напишет имя и фамилию человека Продавшего свой участок с дворцом Который впоследствии немецкое правительство использовало для того, чтобы построить Рейхстаг Удачи! Заметки на евро Значит, такие На обратном пути к аэропорту Берлина Включили свет В терминале 1 просто безумие Приделось бежать кое-как через терминал 2 Надеюсь, что попаду в свой самолет И вернусь в Хельсинки Ну, а это, в общем-то, от количества людей, я думаю От загрузки и нагрузки в том числе Короткий итог Мотаться одним днем на евро — это то еще удовольствие, но все-таки удовольствие И это прекрасно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...